Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа «Вести Карачаева-Черкесия» в студии Карчабиджиев. Накануне в России отметили День народного единства. С праздником жителей Карачаева-Черкесии поздравил глава республики Рашид Тимрезов. Пожелал мирного неба над головой, благополучия и процветания каждой семье. Ровно 410 лет назад, в далеком 1612 году, Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, объединив тысячи людей вне зависимости от сословий и этнической принадлежности, создали народное ополчение, которому удалось освободить Москву от польских интервентов. Это знаменательное событие положило конец мутному времени, которое угрожало самому существованию государства. И сегодня, спустя сотни лет, нам, жителям многонациональной России, многонациональной Карачаева-Черкесии, этот праздник остается близок и понятен. В сложные времена становятся проверкой народа на единство, выдержку, крепость веры, дружбы и патриотизма. Отрадно видеть, что сегодня, во времена требующей решительности, твердой воли и мужества, народ един, сплочен и готов отстаивать интересы государства. В городах и районах республики прошли праздничные мероприятия, а в музее и библиотеке прошла Ночь искусств. В год столетия республики мы вспоминаем людей, посвятивших свою жизнь служению народам Карачаева-Черкесии. Ибрагим Хаджик Аччиев, имам Кадий Духовного управления мусульман Северного Кавказа, был одним из них. О нем материал Шерифат Лепшоковой. Дружбинская мечеть вновь достраивается, она станет еще просторнее и вместит больше прихожат. Но было время, когда верующим здесь не было места. В начале 90-х Ибрагим Хаджик Аччиев, будучи сельским имамом, поставил свои задачи создать дом Аллаха. И сделал это. Как выполнял все, что задумывал, для того, чтобы души людей стали чище. Умеющий сострадать, он как никто мог понять чужую беду, помочь словом и делом. Имея слабое здоровье, не щадил себя. Думал о людях, об их бедах и чаяниях. Ибрагим Хаджик Аччиев окружил себя такими же отзывчивыми на чужую боль единомышленниками. Они стали его опорой. Благодаря усилиям имамы, прихожан Дружбинской мечети, около 50 нуждающихся семей в республике обрели свое жилье. Им построили новые дома. 10 семей, села дружбы, а также жители еще 6 населенных пунктов по-прежнему еженедельно, а то и чаще получают продукты питания. Авторитет Ибрагима Хаджик Аччиева был непререкаем. К его слову прислушивались. Окружающих подкупала его искренность, желание понять и помочь каждому. В нем опору находили все, кто нуждался в добром слове, материальной помощи или решении спорной ситуации. Для него самое главное направить людей, понять того, что в этом мире жить, жить надо достойно, по-человечески, оглядываясь назад, помогая слабым. Длительное время он болел, даже своей болезнью не ссылался, чтобы что-то не делать. Он забывал про свою болезнь, забывал про все, забывал еду, вот когда чувствует, что кто-то где-то страдает, или где-то, например, взрослый, или пожилой, он не мог себе место найти, пока это место не отрегулирует. У него душа была такая, широкая у него душа была. Будучи глубоко верующим человеком, Ибрагим Хаджи Качиев чтил кавказские традиции. Адыты на мысах были основой его жизни. Он рос в традиционной карачаевской богобоязненной семье. Его дедушка Чумур славился праведностью и мудростью. В тяжелые дни депортации многие находили у него утешение и совет. В такой атмосфере рос его внук, будущий имам. Стала легендой, как он, будучи дошкольником, в шестилетнем возрасте собрал соседних мальчишек и учил их делать намаз. Заместитель министра по делам национальности, массовым коммуникациям и печати Ислам Хубиев много лет тесно общался с Ибрагимом Хаджи Качиевым. Впервые познакомился с ним еще в юности. Когда возникли первые серьезные вопросы о религии, ему посоветовали обратиться именно к имаму. И тот нашел для него добрые и нужные слова. По воспоминаниям Ислама Хубиева Ибрагим Хаджи Качиев не терпел фальши, был искренним и отвечал за каждое свое слово. К нему на джума-намаз проходили более полутора тысяч человек, прихожан. И он к каждому относился, каждый чувствовал, что он только ко мне такое отношение испытывает, и так относится ко мне, и такое внимание проявляет. Вот это мы чувствовали все. Любой, кто был знаком с Ибрагимом Хаджи, подтвердит, это было искреннее. Вот, наверное, это то, что мы называем верой, состояние человека, отдать себя полностью Богу. Вот он был искренен. Его характеризует один случай, говорит Ислам Хубиев. Когда имам выезжал с определенной суммой денег, собранной на строительство мечети, не брал оттуда даже рубля, чтобы купить себе воду, хотя испытывал жажду. Все знали о честности Ибрагима Хаджи Качиева и его праведности и тянулись к нему. Имея слабое здоровье, выезжая к людям, бывало, что он терял сознание, из носа шла кровь, падал, приходил в себя и сразу включался в работу, потому что нуждающимся была нужна его помощь. Он себя не жалел. Был случай, когда он засомневался, что по обрядам ислама, по мусульманским обрядам обязательно покойникам проводят омовение. Он засомневался, говорит, нет, его просто положили в целлофановый пакет и нам его хоронить нельзя. Все боялись, болезнь была неисследована. Он раскрывал пакет и сам проводил омовение. И говорю, вот видите, я даже не сомневался, что это так. Поэтому, и знаете, вот Бог оберегал его, он не болел после этого. Но, как мне кажется, мы все, мы его не уберегли, хотя такие вещи нельзя говорить, мы его не жалели. Каждый со своими проблемами приходили к нему, говорили, вот, надо помочь тому, тому, тому. А он был один, понимаете, и он все взвалил на свои плечи, несмотря на то, что он был тяжело болен, у него была неизлечимая болезнь была у него. Но он об этом тоже не говорил. Организм не выдержал, когда заболел коронавирусом. Но и находясь в госпитале, тяжело больной имам поддерживал находящихся там людей и умер с молитвой о Боге. Всю свою жизнь Ибрагим Хаджи Качиев призывал к вере и добрососедству. С уважением относился к другим религиям, призывал людей быть толерантными. Кадия и имама уже нет. Но окружавшие его люди по-прежнему продолжают благородное дело Ибрагима Хаджи Качиева. В селе Дружба улица носит его имя. Оно будет напоминать благодарным жителям о его праведных делах. Шереват Лепшокова, Али Бустанов, Весты Карачаева, Черкесия. Сейчас о погоде на выходные, а после мы продолжим выпуск. С 29 октября по 4 декабря в Кисловодском цирке «Тайна пирата». Росгвардия открыла свои двери для школьников по случаю 70-летнего юбилея образования подразделения внебедомственной охраны. Старшеклассникам 5-й школы Карачаевска предоставилась уникальная возможность своими глазами увидеть специфику работы ОВО и заодно испытать на себе тяжесть специальной экипировки. Фатима Даурова подробнее. Первым этапом ознакомления стал рассказ об истории становления в войск правопорядка и этапах развития современной Росгвардии. Сотрудник вневедомственной охраны в ходе беседы со старшеклассниками теоретически познакомил ребят с направлениями работы различных подразделений ведомства. Монолог лектора плавно перетёк в диалог, когда гости стали задавать интересующие их вопросы. А как вообще вступить в Росгвардию? Требования какие-нибудь должны быть? Для того, чтобы стать военнослужащим сотрудником Росгвардии, нужно достигнуть совершеннолетия 18 лет и сдать нормативы по физической подготовке. После интересной беседы началась обзорная экскурсия по территории вневедомственной охраны. Ребятам показали пункт централизованной охраны и рассказали, какую функцию он выполняет для обеспечения правопорядка. С охраняемых объектов к нам поступают тревожные сообщения на пульт, и дежурная пульта в своё время направляет группу задержания на тревожное сообщение в сохраняемых объектах. Для большего погружения в реалии службы Росгвардейцев желающими предложили применить экипировку сотрудника ОВО, а именно средства индивидуальной бронезащиты и оценить их в действии. К слову сказать, этот процесс не всем оказался под силу. Только с помощью точных указаний специалистов ребята справились с задачей. Я сам одеть не смог, мне помогли. Потом мне, когда шлем одели, я уже почувствовал какую-то уверенность. Сможешь приседания сделать с таким бронежилетом? Попробовать? Ну, не знаю. Но очень сложно, конечно. Работа у них тоже сложная. Я думал, сегодня будет обычный день, а мы пришли сюда на экскурсию. Это интересно очень. Я узнал, кстати, много нового. Может, даже появилось чуть-чуть желание на Росгвардейцева поступить. Вот именно для этого мы и сотрудничаем с образовательными учреждениями, чтобы у ребят вызвать интерес к нашей службе и стать достойным примером для подражания. Делится командир роты вне ведомственной охраны, майор полиции Тимирлан Айбазов. Такое сотрудничество приводит к воспитанию молодого поколения, патриотическое воспитание в первую очередь. Далее уже направление с малых лет в правильное русло. Например, если он к нам приходит, узнает непосредственно работу вне ведомственной охраны, у него уже стимул есть в будущем к форме. Например, форма тоже молодому поколению нравится, ношение формы на одежде, подтянутая спортивный этот интерес. Интересная экскурсия закончилась традицией запечатлеть этот день на память общей фотографией. Фатима Даурова, Олег Молхожев, Вести, Карачаево, Черкесия. Вопрос профилактики наркомании в молодежной среде часто поднимают на обсуждение, так как подростки относятся к так называемой группе риска. Поэтому в целях предупреждения как никогда важно уделять максимально возможное внимание этой теме. О том, насколько серьезна эта проблема, обсудили на вне классном занятии в одной из школ Черкесска. Альбина Ламкова продолжит тему. Наш девиз – в 21 веке без порог. Причина формирования зависимого поведения подростков стала основной темой обсуждения на вне классном занятии. Свои ответы старшеклассники озвучивали четко и ясно. Каждый старался назвать самый, по его мнению, сильный аргумент в пользу отказа от наркотиков. Высказывали свою точку зрения, о проблеме услышали мнение других. В нашем возрасте дети должны увлекаться учебой, спортом, общением со сверстниками. Ведь можно получить удовольствие от общения, а не прибегая к различным веществам. Мы постоянно проводим антинаркотические акции, различные спортивные мероприятия, посвященные именно здоровому образу жизни. Дети активно принимают участие, с радостью задействованы в этих мероприятиях. Тематические занятия и мероприятия по данной проблеме педагоги проводят регулярно, отметила директор третьей школы Роза Алиева. Большее влияние на сознание детей имеют конкретные примеры из жизни и практики, рассказанные представителями правоохранительных органов, медиками и общественными деятелями. После подобных встреч ребята в полной мере осознают, что все приводимые взрослыми доводы – не пустые слова, а результаты ежедневной работы огромного количества людей. Я помял 100 рублей, ценность она свою не потеряла. Как бы ваша жизнь не провела, какие бы трудности, с чем бы вы не столкнулись, помните, что вы все равно ценная личность. Вы не знаете, как вас жизнь поведет. Вы этого не знаете. Но хочу вам сказать одну вещь, что когда приходят трудности в нашу жизнь, одно то, что нам на самом деле поможет – это правильная компания. А вот какая судьба будет у тех, кто распространяет и хранит наркотики, и что их ожидает в будущем, рассказала представитель правопорядка. Ребят, вот гости вам рассказали о медицинских аспектах, о том, что наркотики пагубно очень влияют на наш организм. Рассказали о социальных аспектах. А моя работа в том, чтобы рассказать вам именно юридические аспекты. За употребление, за распространение, за хранение наркотиков, ребят, предусмотрена законодательством Российской Федерации ответственность. Административная и уголовная. В завершении встречи всем участникам мероприятия раздали буклеты по основам соблюдения правил здорового образа жизни и информационные листы антинаркотической направленности. Альбина Ламкова, Лебастанов, Вести Корчаева, Черкесия. На этом субботний выпуск «Вестей» подошел к концу. Приятных выходных и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин